В этом видео... Моё... В глазах лиса светилась жестокость, когда он хватал краликов и пожирал их. Они за мной гонятся все! Убьют! Всем привет, народ! С вами Евген, мы продолжаем играть. И я воспользовался прохождением, которое предоставляют сами издатели игры. Потому что я серьёзно не знал, что делать. Оказывается, нужно найти какую-то подсказку в библиотеке. То есть в каком-то тёмном углу, куда даже моя напарница не заходит. Её здесь просто нет. Вот она где-то наверху вообще застряла. Я нахожу какую-то сейчас бумажку. Я её ещё не читал. Хотел её прочесть вместе с вами. То есть, чёрт возьми, это тот момент, когда ты хочешь сказать, что за бред? Гейм-дизайн? Где? Откуда я должен знать, что эта бумажка находится здесь? Мне кажется, для 2017 года это немножко... Я всё понимаю, когда это как бы point and click, то там окей, там есть столько-то экранов, и ты, в принципе, можешь всё обыскать. Так или иначе. Но в такой адвенчуре это... Ну ладно. И мы сейчас-то матери эти. Всё, ладно, хватит. Я просто, ну, немножко недоволен гейм-дизайном. Видите, тут куча всего. То есть, откуда я должен был знать, что вот это всё, вот эта ценность, скажем так, лежит в библиотеке? Я весь дом обошёл. Я, наверное, минут сорок и обходил весь дом вместо того, чтобы играть в игру. Что же, ребят, я, кстати, буду рад, если вы поставите палец вверх. Давайте набрём 300 пальцев вверх на этом видео. Вы подпишетесь, если ещё не подписаны, так как мне вот такие игры очень нравятся. Я, блин, только и делал, что играл в квесты, если бы таких классных квестов было бы много. Узнаёте? А жерелья? Неужели это... Юный Эдди со своей матерью, Кларой. Окей, Юный Эдди со своей матушкой. Без скорби, вынужден сообщить, что ваш муж, Капрал Виктор Мэллори, номер 874511, убит в бою 14 сентября в Ипре. Где Ипре находится? Это где, Индия, что ли? Ваш муж участвовал в наступлении на врага, хотя он и его боевые товарищи пали в бою, наступление оказалось успешным. Надеюсь, вас учешут, что его жертва спасла множество жизней. Вынестить его останки с поля боя не удалось. И он был похоронен, Британ, в Радской могиле. Пожалуйста, примите соболезнования всего нашего батальона. Искренне ваш, Капитан Артур Джонс, 4-я армия. 4-я армия. Окей, окей, хорошо. Значит, похоронили. Доктор Виктор, спасибо за письмо. Мое сердце радостно трепещет от каждого твоего слова. Я касаюсь черни и представляю твои пальцы в дюйме от моих. Словно мы почти можем коснуться друг друга, что я вновь чувствую тепло твоей кожи. Малыш Эдди, с каждым днём всё больше повозь на папу. То есть отец вот этого рыжего подох на войне. Ты бы глазам не поверил, увидев, сколько между вами общего. Я мечтаю о том дне. Когда эта ужасная война закончится и вернёшься к нам, мы снова станем настоящей семьёй. Скоро я напишу тебя снова, а пока знай, что она всегда в наших сердцах. Твоя любящая жена Клара. Клара. Это дата. А, нам писала то есть, когда пришло извещение о смерти. Бедная женщина. Серьёзно, то есть да, действительно печально. А Клара это, я не уверен, Клара это вот, это бабка или не бабка? Вот здесь я уже сомневаюсь. Окей, и... Значит, ожерелье не принадлежит служанке. Оно принадлежит ещё раз кому? Ещё раз кому оно принадлежит? Я просто хочу уточнить. Так, и посмотреть нельзя. Это всё? Тут больше смотреть не на что. Вроде бы нет. Ладно, теперь надо найти нашу подругу и... Ну окей, мы начали дружить. Будем считать, что мы друзья. И... Обсудить с ней на ход. Ну, это всё? Видите? Это ожерелье его матери. Он подарил его служанке. Служанка! Вы правы. Мы должны с ним поговорить. Но... Откуда вы узнали? Я не смогу помочь, если вы мне ничего не рассказываете. Кузен Эдди, возможно, убийца. То, как я пришёл к этому выводу, может подождать. Он увидел введение, и это... Ну, знаете ли, конечно же, подозрительно, если так подумать. А в заданиях что-то поменялось? Или же нет, это меню? Спасибо, не надо. Спасибо, меню мне неинтересно сегодня. Журнал заданий. Расследовать смерть Эйл Эйлс. Итак, пока что мы... Ну, что делали, то и делаем. Давайте выйдем в гостиную. Ну, в главный зал, в прихожую. Прихожую. По-моему, это называется... Ну, по-английски это вроде Main Hall. Но я не уверен, как это по-русски называется правильно. Главный зал. Прихожая. Просто прихожая. Коридор. Окей, а где... Так темно. Почему я не ношу фонарь сам? То есть... Окей, ладно, я понимаю, почему. Если бы я делал всё сам, был бы вопрос, зачем нам нужна эта женщина. И гейм-дизайнеры такие... Хм, давайте дадим ей фонарь. Сделаем её более полезной. Потому что если она просто комментирует процесс... Ну, это не совсем то. Эйди, её сейство занято другим делом. Чёрт возьми. Нужно было пойти, знаете, вот в большом этом зале. Направо. Вот в эту комнату. Чёрт, вот я... Вот, 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 и откуда... Вот как... Как я... Мне немножко вот напрягает, что нужно очень много искать. То есть, ты должен угадать, в какой они комнате. Уступить, я владелец. Я даже не знаю, как лучше поступить. Ну, оттолкнуть это грубо. Мы же ещё не знаем, кто виноват. Ну, вернее, мы знаем поведению, но я чё-то... Давайте, я владелец. Позвольте напомнить, что этот дом принадлежит мне. Позвольте напомнить, что он вам ещё не принадлежит. Чё-то, наверное, немножко грубо уступить. Справедливо. Показать подвеску. Ну, ему-то зачем её показать? Позвольте, мы не можем пройти? Так, уйти. А вот... О, ему можно показать подвеску. Эдди, мне нужно спросить тебя о служанке. О Бейлсе. Сейчас он вспылит. Ты её не знал. Сказал же, вспылит. Я знаю, что выясняет. Я знаю, что она была тебе небезразлична. Что? Ну и вздор. Ты бредишь. Совсем как твой отец. Дэвид. И в самом деле, заходишь слишком далеко. Скоро прибудет полиция. Разве вы не хотите произойти ситуацию заранее? На случай, если они решат, что Эдди причастен к преступлению. Посторожнее, юная леди. Как вы сумеете? Довольно. Эдди. Подвеска. Ты дал ей это. Это принадлежит твоей матери? Эдди. Да. Эдди. Я просто хотел её подбодрить. У неё ничего нет. А мне эта вещица была без надобности. Ты знаешь, что отправляет? Отправляла почти все заработанные домой. Бабушке. Порванная одежда. У неё была порванная одежда. Как будто кто-то пытался на неё напасть. Я бы никогда не причинил ей вреда. Моя маленькая лань. Странный способ позвать на помощь. Но как? Это была просто... Просто безобидная шутка. Только и всего. Жалкий лжец. Думаешь, когда ты прижал её мёртвому животному, то происходящее было для неё безобидной шуткой? Как ты узнал? Приравнял, может быть? Я что-то не вчитался. Это правда. Мы с Элсой. Я бы её и пальцем не тронул. Мы любили друг друга. Я всегда ей помогал. Но с тем, что касалась Рос. Всё, хватит. Эдди, конечно, ты огорчён. А ты, Дэвид, делаешь только хуже. Ангус, проводите её навоедь и наверх. Пожалуйста. Как скажете, мэм. Эдди у нас верный сторожевой пёс. Вот жидок, так сказать. Думаю, ты уже достаточно натворил дел. Мы решим этот вопрос со следством. Завтра утром. Чувствую не в моё пользу. Ну уж нет, теперь у меня ещё больше вопросов. Об отце, о служанке, обо всём этом проклятом доме. Осторожнее, Дэвид. Завлажа характера своего отца. Я бы никогда. Учитывая душевное состояние мастера Эдди, к которому этот вопрос имеет прямое отношение, вам не кажется, что любые разговоры сейчас будут бессмысленны? Спасибо, блея. Мне же всё-таки хорошо, что вы здесь. Нахальные сопляки. Папка. Что происходит? Вы заметили, в какой момент Маргарет разозлилась? Каэдди упомянула работу, связанную с розами. Что бы это значило? Трикат связан с лидером Озмари и тётей Сесилией. И с тем, что служанка делала на чердаке. Эээ, чердак. А что не так с чердаком? Я видел, как служанка спускалась поездкой с тележкой, но наверху нет ничего, кроме пустой комнаты. По крайней мере, я так думал. Любопытно. Очень любопытно. Что такое, Дэвид? Нужно увидеть. Он зовёт меня. Дэвид, подождите. Он зовёт меня, это дух папаши. Маленького папки. Он хочет мне что-то показать. Возможно, чердакеллу. Что же, отправляемся туда. Окей, он ведёт меня за собой. Класс. Ну, поехали. Вот это мне нравится. То есть сейчас, ну, сейчас нас даже слишком засов... Серьёзно? Уже загрузка? Просто мне в квестах не нравится, когда тебе не оставляют подсказок. То есть тебе просто говорят, что этого недостаточно. Найди что-то ещё. Где, что искать? Хрен тебя разберёт. Понимаете, здесь был хотя бы намёк, например, типа, вот если бы мы... Вы должны мне доверяться, Дэвид. Что вы видите? Луну, звёзды. Штаны накладывают. Это старая шутка из Золотогорье 2, типа, ну, что ты там видел? Луну, звёзды? А я видел, как тебе штаны наложил. Ну, мне нравится этот прикол. Не знаю, почему. С детства мне запомнилось, когда в Золотогорье ещё играл лет в 9. Просто для меня это просто мега ностальгическая игра. Сделана в России, кстати говоря. Вот тогда вот студия, которая её делала ещё... По-моему, Русабитем называлась. Они ещё, ну, существовали. Сейчас они вроде как есть, а вроде закрылись, они всё делали в Золотогорье 3. То есть, действительно, это русская RPG. Довольно прикольная для своего времени. Окей, что-то я в ностальгию ушёл. Я не знаю, призраки. Я не знаю, даже дайте доверие. Давайте, скажем, воспоминания. Призраки звучит как-то слишком грубо. Я вижу отголоски, воспоминания тех, кто здесь жил. Я вижу маленького отца, моего мальчика. Он пытается мне что-то сказать. Может, вы бы бывали здесь в детстве. Или вспоминаете историю об этом месте, которую вам рассказывал отец. Видите? Я же говорил, что вы мне не поверите. Подвеска, садовые ножницы, неповиновение. Подвеска. Если это были воспоминания, и только... Откуда я знал, где искать подвеску? Откуда я знал, что он набрался... Набросился на неё? Или, может, вы думаете, что это я её убил? Я вовсе так не думаю, Дэвид. И вы правы. Этого я объяснить не могу. Так что? Сосредоточимся на фактах, которые у нас есть. Продолжайте. Вы видели тело служанки. У неё была сломана шея. Это работа человека, а не призрака. Верно? Полагаю, да. Ну, об этом мы не говорим. Ты, понимаешь, что человек убил? Эдди Маргарет, определённо, знает больше, чем говорит. Вытянут из этой карги хоть что-нибудь. Та ещё задача. Эх, а это точно. Но, возможно, с Эдди будет проще. Да, да. Нужно найти его, но так, что Маргарет нам не помешала. Думаю, она уже легла спать. Но я лучше проверю. А вы найдите Эдди. Ну, окей. В данный момент искать Эдди. Я не знаю, а он... Постойте. Слуга хотел наверх его отвезти. Вот это мне уже нравится. Сейчас я вот понимаю, что я делаю. Нам нужно на чердачело подняться. О, нас ведёт мальчик. Интересно. А как мы дверь откроем? Дверь-то заперта. Куда уж яснее. Мальчик указывает нам дорогу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, вот это мне нравится. Мне кажется, они могли бы больше использовать элемент с мальчиком-призраком. Для пояснения того, что нужно делать. Это... Ну, просто это хороший геймдизайн, как мне кажется. Когда ты не то, чтобы даёшь очевидные подсказки, но как бы ведёшь. Потому что здесь до сих пор все квесты и все загадки, они абсолютно объяснимы. И это мне нравится. Когда загадки имеют как бы, ну, логическую основу под собой. Мне вспомнилось, вот есть игра Remanded, в которую мы играли. Тоже такой хоррор, survival, сделанный небольшой командой разработчиков. И они, по сути, сами его издают. Очень классный. Я его, правда, ещё не прошёл, но первая серия на канале есть. Он действительно хороший. У-у-у, мы на чердаке, как я понимаю. И там они как бы хвастаются тем, что у них реалистичные загадки. И даже там всё не так круто, как здесь. Ах, здравствуй, моя милая Эльса. Привет. Эдди, ты сегодня такой красивый. О, спасибо. Ты прекрасна, как и всегда. Моя голубка. Эдди. Эдди, ты болен, мальчик мой? Ты псих? Ты шизанулся? Шизанулся, реально. Вот она умерла, и он поехал головой. Самодельные куклы. Фу. Жуткие штуки. Да ладно тебе жуткие, нормальные. Ну, мальчику нравится. Кроваво мне дали достижение просто за... Золотое достижение просто за то, что я на кукол посмотрел. Разработчики этой игры серьезно не понимают, зачем давать достижение. Их даются за что-то интересное, а не за то, что ты кликаешь на... Хотя ладно. Ладно, все. Я не жалуюсь, я просто констатирую факты. И высказываю свое мнение. Это не жалобы. Мне нравится игра. Эдди, ты меня слышишь? Что ты можешь сказать мне про бабушки Рос? Что должна была делать Элса? Эдди? Эдди, по-моему, в трансе сейчас находится в каком-то... Эдди, ты что, призрака увидел там? Черт возьми. Твое... Крест. И что ты можешь мне сказать, Эдди, что тут экзорцизм проводили и крест сдуло со стены во время процесса? Что ты видишь, Эдди? Ну-ка. Мы в безопасности, сказал крольчонок своим братьям и сестрам. Мы в безопасности, ведь лисы крепко спят. И тогда кролики решили тихонько прокраситься мимо лиса. Но лис был хитер. Лис вовсе не спал. Я тебя предупреждал, я говорил. Знай свое место, больше ты не посмеешь открыть рот. Нихрена, он бабку заделал крестом. Гребаный дед. В глазах лиса светилась жестокость, когда он хватал кроликов и пожирал их одного за другим. Лишь тогда он отправился спать, когда живот его наполнился пищей, а сердце радостью. Я не понял, он меня пытался трахнуть или просто обнимал? Одно из двух. Мадам, вы ничего не видели, мы не геи. Ладно, мы не гомосекс, мы нормальные люди. Просто мальчику плохо у него тут, девочка умерла. Подруга, любовница. Ладно, изучить. В этом месте Эдвард прошел скву стену. Интересно, что за другой стороны? А может тут есть... Нет, не вижу ни приключателей, ни рычагов. Наверное, не все замки построены так, как описывал Эдгар Аллан По. Еще одна отсылочка к Эдгару Аллану По. Ну, по сути, эта игра вдохновлена Лавкрафтом и Эдгаром Алланом По. Так что... Так что да, ребята. Кстати, это заметно. Заметно. Вообще еще будет игра по Лавкрафту. Зов Ктулху. Вот должна была выйти этой осенью, но перенесли ее, к сожалению, на 2К18. Так что, ну, черт возьми, ждем, ждем, ждем. Взять. Найден фрагмент фотографии. Окей, Женя доволен. Что у нас здесь? Потайной ход. Ну и что вы тут делаете? Я и надолго. Надеюсь. Приглядите за Эдди. Вот оно. Вот это загадка мне нравится. Взял, открыл, пошел. Вот это вам не шифры разгадывать. Черт возьми. Напоминает мне... Еще немного. Напоминает мне игру, где ты играешь за женщину-робота с огромной задницей. Серьезно, просто один в один. О чем думаю разработчики? Эти немцы, которые игру делали. Показывай игроку зайца. Ну, это, наверное, отношение к оптимизации PS4 версии игры. Проклятье! Это, наверное, отношение к оптимизации игры. Мои разработчики показывают там жопу. Ладно, не страшно. Надеюсь, это видео смотрят девушки и такие... Ммм, зайница. Ее, кстати, не видно. Она вообще темная, как ночь. Я даже не вижу зайца. Я вижу силуэт чего-то. Похоже на зайницу. Вот так, открой рот. Молодец, молодец. Я не хочу. Все хорошо, милая. Я говорил, что приехал Дэвид, сын Джона. Такой же назойливый, как и его отец. Он не достоин этого места. Бедный Ангус никогда не оправится от вида обуглённых остатков Джона. Эгоист. Какой же эгоист. Прошу, не надо. Чего ты возьми? Чего с бабкой-то? Ты просто знаешь, что мне и само это не нравится. Но ты сама накладывай это на себя. Твой сын был хорошим человеком. Смотрите, что он стоил ногами. Они как будто ползгнившие. Твой сын был хорошим человеком. Тебе не следовало идти против него. Чёрт возьми. Бабка-то куда ушла? То есть есть потайной проход из подвала? Эго, чердака, извини, чердак. Бабуся. Розмари? Она почти кожа до кости. Как она ещё жива? Я же сказал, скрытый механизм. Он был... Меня до полу смерти напугали. Вы опять пропадаете и говорите, куда направляете. Я только что еле сбежал встречу с леди Маргарет, когда... Боже мой! Чёрт возьми. Вот такое ты увидеть, конечно. Что ты скажешь, боже мой. Давайте осмотрим комнату. То есть здесь хранится Розмари. Это немножко... Я его видел. В видении. Эдвард избил её этой штукой. Сделал несчастную женщину калекой. Боже мой. И появится здесь, чтобы напинать. Я об этом каждый день. Снимите его. Вы уверены? Сейчас же. Ну, по-саму деле, правильно. Давайте уберём это дерьмо со стены. Орудие, которым её сделали паралитиком, наверное. Я думаю, это правильное описание. Да что ты его смакуешь от этот крест? Да убери ты его. Молодец. Спасибо. Спасибо. Бабусь, мне страшно. Что ещё для тебя сделать? Может, массаж ножек? Ой, фу, нет, зря я это сказал. Роз? Розмари? Вы меня слышите? Так, окей, это бесполезно. Я думаю, нам надо осмотреться. Она на меня слышит. Там просто мне тяжело как бы общаться, понимаете ли. Женщина, блин, полупарализованная. Куда вы? Мы же не можем. Мы не можем оставить её вот так вот. Постой, не, а что мне делать? Тут что, варианта, блин, есть у меня? Может, её покормить нельзя? А что мне с ней делать? Сломать? А что? Постой, зачем её ломать? А, мы должны сломать её цепь. Вот оно что. Может быть, теперь с ней можно поговорить? Какая цепь сломана. Розмари. Анимация ужасная. Я Дэвид. Сын Джона. Ваш правнук. Кстати, правнук, ни хрена она старая. Попробуй-ка. Нифига она дит. Нет. Вот так. Мягко. Кто это с вами сотворил? Эдвард. Я плохо себя вела. Я ослушалась. Ослушалась? Как именно? Сесилия. Я пыталась его остановить, что он больше не делал этого. Бедная бабушка. А что он делал? Розмари. Ей нужно было вмешиваться. Беспокоить его с даром крылья. Не должна была возражать. Бедная баба. Мне серьёзно её жалко, ребят. Лайк за бабушку. Ну бабушке тяжело. Ну лайкните бабушку. Может ей полегче станет. Роуз. Роуз. Что он сделал с Сесилией? Не думаю, что вы вытянете из неё ещё что-нибудь. Бедная женщина. Пойдёмте, леди Розмари. Мы вас отсюда вытащим. Нет. Почему нет? Она, типа, наказана. Мы отведём вас в безопасное место. Бабушку больше не наказаны. Я здесь. В безопасности. В этой комнате. Здесь чёрное зеркало меня не тронет. Чёртова бабка. Это уже смешно. Чёртова бабка. Чёрное зеркало. Маргарет, многое придётся нам объяснить. Многое объяснить, чёрт возьми. Теперь-то мы можем прообследовать данное помещение, например. Думаю, пока пообщаться с её сиянием. Пока пообщаться. Может, пора пообщаться с её сиянием. Мне кажется, пора. Зачем она держала здесь чёртову бабку? Зачем? Что она вообще задумала? Господи. Я живу в доме с какими-то больными людьми. В переномом... Безумцем. Видели её внук или сын? Или кто это? Эдди. Вот этого рыжего говнюка, пидора. Видели его? Ну, он не пидор. Ладно, у него женщина была. Но это не сильно меняет ситуацию. Окей. Три фпс. Понял. Действительно, жопа. Маргарет. Нам надо пог... Леди Маргарет. Леди Маргарет. Будьте любезны. Чёрту леди. Что вы творите с Розмари? Это я должна спрашивать. Ты совсем как твой отец оставил за собой одни страдания и страх. Господи, да о чём вы говорите? Ты разговаривал с Юным Эдди, так? Теперь он уверен, что все вокруг хотят его смерти. Взялся в лужике бедного Эндрю и угрожает его убить. Эндрю это адвокат, что ли? Где он? В старом крылее. И он вооружён. Я пойду. Я могу с ним поговорить. Ну уж нет. Вы двое принесли нам достаточно неприятностей. Мы? Ну как вы смеете? Вы сами до сих пор поклоняетесь Эдварду. Хотя из-за него несчастье Сесилия утопилась. Я не позволю тебе... Не позвольте что? Сказать правду? Сказать, что Эдвард... Он её и пальцем не тронул. Ты приезжаешь сюда и... Нет. Если кто здесь и не прав, так это вы. Вы знаете больше, чем говорите. И мы оба это понимаем. Здесь что-то происходит. Здесь поселивость зло, поклонявшее... Покля... Проклявшее... Нашу семью на поколение вперёд. Чего менять других? Присмотритесь лучше к себе. Раз уж вам так хочется найти новенького всех ваших несчастий. Ты ничего не знаешь. Так что, что я сделала, что я делаю, это всё. Всё ради семьи. Ты что-то вообще понимаешь? Пожалуйста, миледи. Нужно обсудить этот вопрос позже. Мисс Фарбер. Мы должны поговорить с мастером Эти. Отведите нас к нему. Потому что я не знаю, где старое крыло. Спасибо, что отведёте нас. Ну, пожалуйста, мы не дождёмся. Ну чёрт, мы молодцы. Мы жёстко прессанули бабку эту... Маргу. Марго, Риту. Мы нормально её прессанули. Все Маргариты... Ну, знаете, что-то с ними не так. Помните бабку Маргариту из разного тыла? Мы недавно в VR проходили спальню. Шлюха. Сюда. Будь осторожен в старом крыле. Оно закрыто не просто так. Несколько лет назад часть стены обрушилась в море. Остальное постепенно превращается в руины. Ох, что эти старые замки. Напоминает мне Нэнси Дрю и замок Малой. Тоже, кстати, в Ирландии было. Ну, правда, там в Ирландии. Здесь Шотландия. Ну, другой берег. Другой там островок. Ну, разница небольшая. Но Ирландия, окей, это не остров. Ирландия, это часть британского островов. Она находится на британском острове большом. Но смысл в том, что Ирландия там рядом. Просто я это объясняю, потому что сейчас опять скажут, Шотландия не остров. Евген, что ты несёшь? Ты знаешь, что не остров. Я имею в виду то, что, типа, другой берег там. Ирландия слева. Шотландия справа. У них, кстати, больше общего. Вот, как бы, прямо вот, агличане с юга. Вот у них меньше общего с Ирландией и Шотландией. А шотландцы и Ирландцы у них, ну... Чёрт возьми, это же те же пикты. Кельты, пикты. Вот примерно та же тема. Кто пикт? Я пикт? Может быть, ты пикт? Пикт. Слово прикольное. У-у-у-у. Что-то пошло не так. Эйди, отпусти, отпусти парня. Что он тебе сделал? Не он убил твою тёлку. Вон там, сэр. Эдди? Эдди, ну ни хреней там. Они за мной гонятся все! Убьют! Пожалуйста, помогите. Эдди, посмотри на меня. Всё будет хорошо. Оставайся тут, я попробую с ним поговорить. Ну уж нет, это моя работа. Давай сделай это жёстко. Ну да, может, женщину он не тронет. Так, надо найти альтернативный путь, наверное. Так, Эдди, поговори со мной. Расскажи, что тебя тревожит. Тревожит! Он и Дэвид. Так, попробовать можно здесь перебраться, хорошо. Все они что, Эдди? Обвиняют меня. Думают. Это я её убил. Ты имеешь в виду служанку? Не, не убивал. Не убивал! Я верю тебе, Эдди. Я верю тебе. Опа. Так лишь бы не в обрыв. Чёрт, ребята, мы сможем тогда обратно залезть? Слезть-то дело не хитрое. А вот перебраться в другую сторону, это уже, ну, такое. Давай, давай, давай. Опа. Балансировать. Что примечательно, кстати, издатели игры дали мне, ну, и мне, там вообще для всех есть прохождение лишь, там есть прохождение лишь для первых трёх глав. Для четвёртой и пятой главы, которые здесь тоже есть, прохождение отсутствует. Видимо, там всё, ну, максимально просто, как я понимаю. Ну, как здесь, то есть здесь вот всё максимально просто. Тихо-ти-ти-ти-ти. Сейчас главное не наебнуться куда-нибудь, ребят. Надо быть осторожным. Потому что иначе я могу расхерачиться. Мне будет неприятно. Окей, мы идём наверх. Постой, постой. Он что, её убить сейчас собирается? Хватит, хватит. Прекратите вертеться. Стой, смирно. Отпусти его, Эдди. Всё хорошо. Медленно, мистер Харрисон. Беспа. Он сейчас, он будет стрелять. Он ебанулся. Крёбаный дебил. Возьми вот кусач. Смотри, арбалет большой. Выстрелили из арбалета в него. Жахни. Нави целый. Теперь мне нужны снаряды. Там вот рядом так. Вот снаряды. Вот взять вот стрела, смотри. Осколки кости. Должно сработать, если действовать, осторожно. Кстати, там ещё что-то подсвечивалось. Вот здесь я хочу посмотреть на всякий пожарный. Что это? Рабочее место доктора Франкенштейна. Мёртвый олень и так далее. Видимо, он здесь сидел. А арбалетом он стрелял по животным. Только бы не треснуло от напряжения. Опаньки. Что за... Проваливай! Чё, правильно она его ксела. Молодец! У него нож! Я сказал права... Чёрт, ну не... Ой, его отховали бабочки. Эй, иди. Остановись. Чёрт, это папка. Дух папки атакует его. Он сейчас упадёт с обрыва. Что, нет? Уберите их от меня. Уберите их. Вы в порядке? Ты кто взял? А ну стоять! Ты ублюдок! Чёрт! Нет! Фу, слава богу. Постой, это он сделал? Дэвид? Чёрт. Это я сделал? Это я дунул сейчас? Это я сделал сейчас в усрадах? Ну, как в Скайриме. То есть, в усрадах и всё вокруг. Ветер, шквал, торнадо начинается. Как в Life is Strange Before the Storm. Торнадо с огнём. Или здесь это немножко не так работает? Ха-ха. Ну, что тут сказать, ребят? Что-то пошло не так. А может быть так. Как посмотреть на ситуацию. Что? Что произошло? Успокойся. Всё хорошо. Хорошо! Вы что, спятили? О, прошу вас, Эндрю, держите себя в руках. Я не подумаю. Я больше ни на минуту не останусь в этом сумасшедшем доме. Я медленно отправляюсь в деревню и приведу полицию. Не думаю, что это разумно, сэр. Вы мне угрожаете? Боже упаси, сэр. Я лишь считаю неосмотрительным ехать куда-то в темноте по таким-то дорогам российским. И потом, машина может понадобиться, если состояние иди ухудшиться. Ухудшиться? Этот паршивый психоат может хоть с крыши прыгнуть, мне всё равно. Лично я лучше листую жизнь юных дорогах, чем здесь. Ну, в этом есть рациональное дело. Так проезжайте. Ну, прежде чем рассказать кому-то о том, что здесь произошло, вспомните, с кем имеете дело. И да, можете расстрелить, это как угрозу. Ангус, будьте добры. Помогите мне с юным Эдди. Ангус, помоги мне с юным Эдди. Юный Эдди. Я юный Эдди, ребята. Осторожно, не торопись. Прости, что не верю в тебя. Мы что, перешли на ты? Наука сегодня потерпела поражение. После того, что здесь произошло. Думаю, даже доктор Фрейд с тобой согласился бы. Отсылки к доктору Фрейду. Ай-яй-яй-яй-яй. Немцы, вот они любят всё это. Доктора Фрейда, черт. Хотя то, что Фрейд предлагал, многие его теории, это полный бред. Полный бред. Мы учили их по психологии, и... Ну, они полный бред. То есть, это всеми признано, что... У него есть рациональные идеи, но именно то, как он объяснял многие вещи... Как, знаете, есть вот анальный период, ещё какой-то период. Серьёзно, так и называется анальный период у Фрейда. Это бред. Это настолько просто надуманно. Это просто больной человек. Но у него есть хорошая идея. Вот Эдипов комплекс, по-моему, Джон. Он его как бы описал. И в нём есть рациональное зерно. Он немножко, ну... У него как-то на секс всё сводится у Фрейда. Всё к сексуальным наклонностям, что, типа, всё связано с сексом, с похотью и так далее. Не, ну, может быть, так и есть, конечно, у кого-то. Но, видимо, у Фрейда у самого были проблемы. Ну, все психологи немножко больные, ребята. Видите, я... Я психолог. Я же больной, больной. С нами же со всеми что-то не так. Чёрное зеркало. Зеркало. Я думаю, что это какая-то тёмная сила. Древнее зло, которое призвали друиды. И они потеряли над ним контроль. Сомневаюсь, что они вообще его контролировали. Древнее зло твою мать. Какой контроль? О чём ещё говорить? Эдвард знал о зеркале. Возможно, он даже понимал, на что оно способно. Итак, мы знаем, что это, но не знаем, где его искать. Оно где-то под землёй. Настоящая загадка в том, как до него добраться. Конандрум, ребят. И не заканчивать, как твой отец. Хорошо. Главное, не сжечь самому себя. Мой отец пытался уничтожить зеркало и покончить со злом. Но потерпел неудачу. И теперь он здесь. В ловушке. Ты говорила о его душе. Можешь назвать это так? Я знаю, что должен. Что мы должны найти способ его освободить. Эдди? Я должна проверить Эдди и убедиться, что у него всё хорошо. А, уже забыл, что он пытается тебя убить? Я буду осторожна. Не важно, что он натворил. Он нуждается в помощи. Это логово Эдварда. И Маргарет очень не нравится, что мы тут что-то разнюхиваем. Значит, самое время что-нибудь разнюхать. Именно. В конце у нас будет свадьба с ней. Я вам обещаю. В конце я буду её пылесосить, ребята. Я это сделаю. Я добьюсь любви. Я добьюсь любви. Потому что мужчина не должен оставаться один без любви. Ещё один. В точности, как символы, вырезанные на камнях. Рори. Да, он может знать, что это такое. Уже поздно. Он, должно быть, спит. Когда встретил впервые, была глухая ночь. Так что, кто знает. Может быть, нам улыбнётся удача. Он или на кухне, или в саду сидит, ребят. Это логично. И легко предсказуемо. Окей, давайте осмотримся немножко. Я думаю, может пойти туда, где мы ещё с вами не ходили. Давай что-нибудь найти. Только пару вещей, которые мне теперь в кошмарах будут цениться. Так, окей. Изучить. Так и знал, что что-то мы не успели изучить во время драки. Ну блин, во время драки что-то... Ой, ты... Ты господи, это мышка. Чего ты испугался? Справщик по пылевой хирургии. Принадлежал Ангусу. На одной странице закладка. Здесь описывается процедура кесаревого сечения. Будешь сказать, Ангус принимал роды Сесилии. Это позволило им избежать огласки. Ай-яй-яй-яй. Какой ужас. Огласки? Я не понимаю, кого рожали-то? Эдди, что ли? Вот этого дебила? Дебила рожали? Это место должно быть мечта психиатра. Или кошмар. Окей, а Олешек? Ну, просто вскрытый олень. На самом деле, не особо пугает, учитывая графику местную. Это, блин, не выживший с Ди Каприо. Как он в шкуру коня забрался. Похоже, это рабочее место дедушки Эдварда. Самое забавное, я в кино так на него и не сходил. Я потом через полгода посмотрел уже Дома у себя. Причем смотрел, не отрываясь. Ди Каприо просто молодец. Он уже получил Оскар тогда. Я был такой, за что же он получил Оскар? За то, что он брыжет с слюной. И этот кадр вообще длится одну секунду, как он с слюной брыжет. И я подумал, не, бред. Бред, бредовый, бредовый мем. Если бы он там полчаса брыжил, я понимаю. Интересно. И что это? Ну, шар какой-то. Ну, это как бы, ну, это такое. Окей, кусочек фотографий. Интересно, что если мы найдем все кусочки? Эдди уже забрал все, что смог найти. Гребаный Эдди. Опа, а вот здесь мой ключара может нам помочь. Да, здесь мой ключик, скорее всего, подойдет. Я надеюсь. Эдди слишком уважал старика, чтобы взламывать ящик. Уважал старика. Может, у него ключа не было? Чего-то не хватает. Так, постой. А если я немножко оттюнингую ключариус, может быть, что-то получится? Ну, с ключом нормальная механика. Вот здесь у меня, кстати, нет претензий. Вот к ключу. Ничего не скажу плохого. Вот я не знаю, откроет или не откроет, потому что здесь, ну, здесь три деления, но какое-то последнее странно. Оно в виде круга идет. А нам нужен не круг, ребята, а нечто, понимаете ли, другое. Нам нужен не круг. А у нас, у нас здесь как бы прямоугольник, что ли. Если правильно назвать. Так, окей. Посмотрим. Оно должно быть... Это я знаю. Я не про ключ. Я не изучаю ключ. Я пытаюсь настроить его, тупая ты. Неважно. Тетеря. Так, окей. По-моему, если его перевернуть... Не, вот в неправильном положении будет вот эта штука. Нужно вот так ее сделать. Опа. Окей. Окей. Мы это сделали. Использовать. Так. Будто... Ладно, пока не будем открывать. Мне кажется, мне надо, ну, как-то обновить свой ключ, чтобы им пользоваться. Ты, наверное, искал то же самое, отец. Добавлен предмет. А что это за предмет? Такой... То есть мы находим какие-то предметы, фрагменты... А, вот, вот чего мне не хватало. Я теперь смогу открыть в комнате кое-что. Потому что часть ключа отец спрятал вот здесь для меня. Наверное, надо использовать сейчас достать ключик и на ключик навернуть. Изучить. И появляется третья метка. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо ее в правильное положение добавить в фрагмент. Кажется, ключ все еще не собран. Так, постой. Ну, теперь ключ, по-моему, более чем собран. Окей. У нас есть теперь кругляшечка. Которая может быть в эту сторону. Давайте, да, давайте. Мне кажется, ключ теперь вообще готов. Мне кажется, уже можно прессовывать ключ. Давайте прессунем ключ. Не подходит. Черт возьми. Видимо, неправильно настроил я его. Давайте правильно настроим. Ну, может, так нормально, а? Может, так нормально? Вроде нормально ключ сделал. Ребят, нормально чини, нормально? Не пойму. Контроллер запустись. Вот отошел на секунду, он погас. Окей. Окей, окей. Давайте попробуем вставить этого засранца. Использовать. Да черт возьми. Да как? Ну, наконец-то. Давайте я вам покажу. В Маоле кому-то потребовалась помощь в этот момент. Потому что у меня такое было. Я как-то раз не показал еще, как я что-то сделал в игре. И мне написали. Вот, я искал прохождение. А ты, блин, засранец, не показал. Вот как выглядит ключа. Секрет в том, что тут все просто подобрать. Вот этот кусочек ключа, который двигать нельзя, он должен быть с вот этим, с вот этим кусочком ключа, где такой вот изгиб типа буквы С. Вот такой вот, вот здесь. Я думаю, понятно. Окей, все, 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 все. Взять. Эдварду, моему дорогому папе. Ты много раз останавливал меня, когда я хотел прервать эту бесконечную пытку. Ну, а сей раз тебе не удастся. И делаю это не ради себя, но ради своего ребенка. Ребенка, которого не должно было быть здесь. Ребенка, рожденного не от любви, а от жестокости. Я забираю свое дитя с собой, чтобы вырвать его из лап этой прогнившей семьи. Ибо оно ничем не заслуживает. Ни этого мира, ни такого проклятого места. Не пойму, это про Эдди или про меня? Сесилия Гордон. По-моему, это про Эдди, про вот этого безумца, рыжего. Что там творится? Говорится, бред одержимого. Он пишет про место Силы в заброшенной деревне. Abandoned village. Он упоминает где-то место. Ну и нет. Только что оно есть, и что, как он мило выражается, именно там его потаскуха-мать произвела его на свет. Он оделся в деревне? В месте Силы? Да, но это никак не приблизило нас к ее местоположению. Еще как приблизило. Его мать должна знать это место. Мать, это которая там лежит, больная? Ну конечно, розмари. Окей. Дело, понимаете, дело живет. Дело идет вперед. Мы продвигаемся. Мы что-то нашли. Изучим вот этот стол. И можно идти к розмари. Практически мы можем уже идти к розмари, потому что, ну черт возьми. То есть полстой. Получается, прошло лет 20. Пятны крови старые засохшие. Ну блин, прошло уже лет 20 минимум. Сколько лет-то парню? Ууу, в чистый спирт. Ладно, я что-то так вздохнул. В чистый спирт не так уж и жестко пахнет. В дневнике Эдварда упоминал. Ну на этой карте она не отмечена. Окей, взять карту на всякий пожарный пусть будет. Эдварда не хотела заниматься своей деликатной работой в темноте. Чем он занимался? Дрочил что ли тут? Пустое место для новой из кошмарных творений Эдварда. Тоже какие-то кошмарные творения. Может он корабли, блин, строил в бутылках. В чем проблема-то? Ну кораблик построил. Что кошмарно? Эдварда мечтает стать великим Гордоном, как его дед. Мечтает, черт возьми. Ангус и Эдварда убивают вместе. Держатся вместе. Вот, видите, защищаю. Все здесь за Эдди, блин. Меня, меня, меня вообще здесь не любят. Я никто, понимаете, я бомжа. О, секунду, я бомж, местный бомж. Кусочек фотографии для Женечки. Окей, может поговорить с ней немножко? Подавать что-нибудь найти? Так, пару вещиц. Окей, ничего интересного, значит, ты не нашла. Бесполезная кляча. Вот что я тебе скажу, подруга. Ничего не можешь. Исследовать старое крыло, найти заброшенную деревню. Ну, почесать глаз в заданиях не указано, но я это сделаю. Я почешу глаз. Почесала я, молодец. Давайте пойдем сюда. Мы здесь с вами еще не были. Что же найдет Женя здесь? Постой, ничего. Я просто уперся в тупик. Красный способ тебя просто не пускать туда. Тупик, все, не пройдешь. Гейм-дизайнер, вы чего? Дверь бы там нарисовали. Какую-нибудь запертую. А тебя нет, тогда бы означал, что ее открыть можно. Фу, ну и запах. Место провоняло смертью. Этот мерзкий запах может привести нас прямо к цели. Думаешь, эта пропасть может вести к зеркалу? Возможно. Внизу слишком темно. Ничего не разглядеть. Так, что-нибудь найти. О, она встала здесь. Значит, видимо... А может мы можем спуститься? А мы же уже спускались. И кто же не мешает этого сделать вновь? А, нет. Игра говорит, не спускайся туда. Не надо, Женя. И все, что я могу сделать, это, наверное, уйти. Окей, давайте пойдем уйти. А, ладно, хорошо. Постой, а может быть она имеет в виду, что ей? А, ну, видимо, нам нужно время. Понимаете, когда она говорит меня, она имеет в виду нам, как иногда делают это же некоторые женщины. Как бы они говорят одно, но подразумевают нечто совершенно иное. Ладно, я сказал это так, как будто имею в виду что-то плохое. Ладно. Может быть нам сюда все-таки? Нет? И что же ты от меня теперь хочешь? О, засранец. А за этим столом ничего нет. Просто понимаете, раз есть кнопка изучить, значит, возможно, что-то пропустили. Постой, что ты хочешь сделать? За наше здоровье. Налить в бутылку. Положить в бутылку. Ох ты, коктейль Молотова хочется творить. Вот оно что. Я посмотрел на эту свечу и запустилась вот эта вот последовательность. Отойди-ка в сторону. Коктейль Молотова. Гениально. Сейчас как бомбанет. Ну-ка. Наверное, там бензин никто не разлил. Вдруг там место рождения нефти, мы все на воздух взлетим. Мою мать. Ни хрена себе. Значит, сюда Эдди сбрасывал все ненужное. Смотри. Кто знает, какая глубина у этого рассерена. И как далеко простираются подземные пещеры. Возможно, замок построили прямо над тем местом, где хранится зеркало. Хотя не похоже, что отсюда мы сможем пробоваться к нему поближе. Думаю, нам пора, если, конечно, ты не хочешь еще осмотреться. Ну, как-то так вот, не особо хочу, если честно. Ребята, я думаю, что на этом мы остановимся. Давайте только чекнем перед отходом задания. Найти заброшенную деревню. Вот чем мы сейчас займем себя. Всем спасибо за просмотр. С вами был Евген. Надеюсь, вам понравилось. Последствующая серия не заставит себя долго ждать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok